Эх, как хочется связать что-нибудь невероятное, что-нибудь такое, чтобы само сердце развернулось, чтобы люди удивлялись, и чтобы это было вот в моем собственном авторском стиле. Но как это сделать? В этом видео «Нарисовать просто вязать» мы вместе пройдем по шагам, по пути от рисунка до готовой вещи. Поехали! Вязание в своем авторском стиле, создание какой-то интересной вещи – это последовательность простых шагов. Как построить дом? Кажется невероятно, огромный дом, но есть проект, есть шаги, которые делаются каждый день, определенные. И вот не было дома, и дом есть. И точно так же созданием какой-то замечательной, интересной, необычной вещи, именно той, которую вам очень хочется связать, но непонятно, как это сделать. Вначале нужно нарисовать. Просто взять чистый лист бумаги, взять карандаш или фломастер и нарисовать вот эту свою мечту. Пусть это будет что угодно, с крыльями, с какими-то косами, какими-то широкими или узкими рукавами, огромными карманами. Просто нарисовать то, что душа просит. Без всякого стеснения, без ограничения, никому не показывать. Это только мое собственное. Нарисовать вот эту мечту, как она видится. В моем случае это цветовые переходы. И я нарисовала их вначале волнистой линией, потом сделала разные уклоны, рассчитала, сделала чертеж. Я люблю делать чертежи. И теперь можно идти вязать. Вот так выглядят вот эти цветовые переходы, которые уже связаны. Есть тут и перед, и спинка. И вот под теми уклонами, которые я рассчитала, вот так я и связала, соединив сразу же в процессе вязания, и перед, и спинку. То есть они без соединения сразу связаны одним полотном. Такое полотно называется платинг. Это когда две нити разделяются в каретки. Одна идет, создавая лицевую сторону, а другая изнаночную. И у меня с лица все время одна и та же сиреневая нитка. А вот с изнанки меняется на светло-серую, средне-серую и темно-серую. Вот здесь уже есть рукава. Они тоже с темной нитью. И тот и тот они одинаковые. И вот, вуаля, то, что я очень люблю, это то, что свитер можно носить и с лица, и с изнанки. Мы его выворачиваем, и у нас вроде другой свитер в руках. И это так классно. А вот и казус. Вот то, что я горловину нарисовала, и она должна была у меня загибаться, она-то загнулась, конечно, но не лежит. Не лежит. О, Боже. И нужно распускать. И этот угол не должен был быть таким. Есть над чем подумать. А каким он должен быть, чтобы эта загогулина лежала хорошо? Придется распускать. Я так это не люблю. А кто вообще любит? Напишите в комментариях, вы вообще как к этому относитесь. Спокойно? Сердитесь? Или может быть для вас это даже веселое занятие? Я решила, что для моего свитера хватает всяких интересных наворотов, а потому ему достаточно простой горловины. Вот он с лица, а вот он с изнанки. И с каждой стороны он выглядит классно. Мне нравится. Пошли мерить. Сразу мерить не получилось, потому что нужно было его постирать. И стирка его очень сделала хорошим, мягким. Немножко он подсел. Просто замечательно стало. Какой путь прошли мы? Первое. Все начинается с рисунка. И нужно дать себе волю нарисовать все, что хочется. Для сложного какого-то узора, каких-то там конструктивных таких особенностей на полотне хорошо сделать простой чертеж. Расчеты – это интересно. Это как разгадывание кроссворда. Просто сделать и попробовать, сделать и попробовать. И насчет расчетов это именно так тоже работает. Начинаем вязать. Мы не ждем, мы не боимся. Мы просто делаем этот шаг. Ну что-нибудь да получится. Горловина. Или еще какая-то конструктивная вещь, которую хочется как-то по-особому сделать. Делать опыт или нет? Конечно, делать. А потом, когда сделан опыт, можно делать выводы. Распускать нужно радостно. Ну, часть работы. Для сложного джемпера простая горловина лучше. И теперь выводы на будущее. Те, которые я хочу опробовать. Вязать отдельно такие большие цветовые полотна со сложными краями, даже прикрепляя их во время вязания, все равно сложно. Я думаю, надо попробовать интарсию. Второе. Платинг – это замечательный способ сделать из одного джемпера два. Просто выворачивая наизнанку каждый раз. Третье. Для сложного джемпера лучше вязать простую горловину. Для горловины с закруглением нужно сделать подходящие формы перед. Пятое. Пробовать новое – это очень интересно. И надо обязательно это делать. Это столько дает восторга. Шестое. Есть уверенность в себе и азарт действовать дальше. Седьмое. Есть много новых идей. И это удовольствие. Пишите, как вам понравилось это вязание. Какие у вас есть новые идеи. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. И вперед в новое путешествие.